Добрый день, коллеги! Меня зовут Циринов Хетт. Я ассистент-профессор Центра всеобщей раковой иммунотерапии Департамента персонализованной иммунотерапии РАФТО Университета МИЕ, Япония. Также я являюсь основателем компании АСКЕРА и основателем компании ТИСАУМУГО. Тема доклада – новая ТСР и ТСР-подобная карта клеточной терапии. Мы также резидент из Полково. Немножко о себе. Мы спин-аут компании университета МИЕ, профессора Хирург-Щипов, лаборатории профессора Хирург-Щипов. Мы также фокусный проект биомет-классера из Полково, а также являемся финалистом биомет-акселератора МОКОСОВ. Я Циринов Лев, наш партнер Балханов Юрий и наш научный руководитель профессора Хирург-Щипов. Мы занимаемся картой клеточной терапии, которая была признана прорывом 2018 года АСКО с регистрацией КИМВИ от Наваркис и карты от ТАЙК в 2017 году в Америке. Заключается терапия в том, что из периферической крови пациента забираются Т-клетки, в которые затем интегрируются химерный антиген-рецептор, опухоль специфичный, путем вирусной транспорции вектором. И потом уже модифицированные Т-клетки с новым рецептором опухоль-специфичным вводятся обратно пациенту, где они распознаются и уничтожают. Современные карты клеточной терапии, зарегистрированные это КИМВИ и ИСКАРТА, они ориентированы на гематологические опухоли, острый лимфоблактный лимфоз, беклеточные лимфомы. И, соответственно, вот сейчас цена немножко упала, и в Японии они доступны, КИМВИ от Наваркис, доступны за 330 долларов за одну инъекцию. Мы же направлены на развитие карты клеточной терапии для солидных опухолей. Хотим это сделать по более доступной цене. Сейчас в мире существует два подхода. Это ТСРТ-клеточная терапия, это Т-клеточный рецептор, а также химерно-антигенорецептор Т-клеточной терапии. ТСРТ-клеточная терапия. ТСРР заключается в том, что подбирается какой-то природный Т-клеточный рецептор, который опухолей специфичный, затем он клонируется, ну, как ключ подбирает, затем его клонируют, подорванный ключ, и вставляют другие Т-клеточные клетки. Кар-аппроцент заключается в том, что он направлен на уже это химерное антихело, которое распознает антигены на поверхности клеток. в этом антихело, у него есть сигнальный домен, оно просто узнает антиген. В то время, как ТСРТ-клеточная терапия распознает эпитоп, эпитоп внутриклеточного антигена, который экспрессируется на главном комплексе дифференцизм, 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 и есть природный тепличный рецептор, который распознает. Для солидных опухолей не так много на самом деле именно опухолей, специфичных антигенов. И самые популярные, самые распространенные из них это NYSO1, MEUGFO и FRAME, которые встречаются во многих солидных опухолях. начиная от головы шеи, заканчивая раком меланомы и раком яичников. Наша терапия первого поколения это NYSO1 PCR треклеточная терапия, которую мы уже лицензировали японские мегафармы. И мы не только подобрали как ключик треклеточный рецептор, и просто вставляем его в другие клетки, но мы еще вставляем его в комплекте с SI-RNK, который глушит гены эндогенных рецепторов, тех рецепторов, которые есть уже в клетке. То есть мы не даем экспрессироваться на поверхности эндогенным рецепторам и также не даем им предъявиться с нашим новым транзуцированным рецептором. То есть у нас где-то 80% получается рецепторов на поверхности клеток, это вот наши транзуцированные, что повышает эффективность качества терапии. Поддумав, занимается компания TeamUnity в Америке, которая вообще вырезает гены эндогенных рецепторов фриспор ножницами. Затем уже крискованные тыквы разумножают и туда вставляют уже транзуцированный рецептор. Значается просто стопроцентная терапия с новым рецептором. Но на самом деле мы посмотрели, большой разницы нет, но у них гораздо сложнее, дороже. Грантное просто решение. И оно уже сейчас в Японии проходит фаст-тракт регистрирования для синональной саркомы. Уже клиника закончена. Я думаю, в конце этого года и в начале следующего будут регистрироваться рекомен. Возможно будет первая в мире терапия для кожи. Теперь наша вторая. У второго поколения терапии это PCR-подобная уже карте клеточная терапия. Мы не стали перебирать эти терапии рецепторы, которые подходят в комплексе с HLA-0201 главным комплексом. Мы сразу подобрали антитело, очень высоко спецыртичное антитело. Мы проверили его на ланинскане. То есть оно подходит только к этому индивидуальному эпитопу комплексу. И очень высоко спецыртичное. Затем это антитело мы насадили на конструкцию сигнального домена. это критикоид из TNF SuperFamily. И соответственно у этого химерного антитела у него отчинность в сотни раз выше, чем у тихия. Как обычно бывает у карты. Затем есть постимуляционный домен кибер кибер убийцу, кибер убийцу, который может выживать в агрессивном микрооружении опухоли, где не хватает кислорода, не хватает глюкозы, и может при этом бороться с такими клетками. мы проверили нашу конструкцию, наше химерное антитела. Допустим мы находили его на хуан бифизита, сигнальный домен, который используется в темрае. Насадили также на сигнальный домен 28 зита, который используется в эфкарте. и в нашем случае с нашим сигнальным доменом мы посмотрели, что в этом случае работает душа психотерапия. Мы эффективно уменьшаем обувь мышиных моделей. Открыленные этими данными мы запускаем клинические исследования первой фазы в Японии. Наш уф-форщику глава лаборатории в Университете МИИ выиграли грант Японского агентства медицинских исследований и инноваций и уже проводим сейчас исследования первой фазы. Они создали компанию для того, чтобы проводить исследования и хроническую практику в Университете. Соответственно, мы также профессор Щипу возглавляют лабораторию иммунотерапии в НИИ Эквизм в Сибирске, в которой мы получили грант из Грандского научного фонда в Сибирске. И компания Астера это индексидарный партнер, который сейчас поднимает раунд для того, чтобы финансировать недостающую часть и также финансировать уже при институционной физической сферы. Мы хотим в Университете МИИ есть ноу-хау и физические данные и ноу-хау как готовить клетки. Есть российский научный фонд, который предоставляет финансирование и асферы индустрия в Университете в Университете мы хотим в первую голову лицензировать вактальное производство ГРМКП по ВИГ-70 наловить контроль качества и также сделать необходимые эндоклинические исследования и уже запустить клинику не только в Университете и соответственно есть немножко нужно преодолеть регуляторный Гималайи в России мы уже примерно понимаем как нам идти по ВИГ-70 но есть много других актов и нам нужно будет очень много регуляторов если мы преодолеем то наш подход вот этот традициональный подход при приготовлении клеток это огромные центры допустим он единственной из мира туда сводит всю кровь самолетами там вырыгивают клетки сотни людей поушную затем снова замораживают их и отправляют обратно пациентам мы же в такой комнате 20 метров разместили миниатюру клеточный процессор автоматически это принимать режим и можем в автоматическом режиме делать клеток сразу жизнь и смотреть традиционный процесс в больших аферезис замораживание транспортирование клеток на варкиз они делают терапию замораживают отправляют обратно размораживают мы же забираем сразу две клетки сразу делаем терапию и можем сразу 10 а есть допустим вот этот процесс занимает около 5-6 недель многие пациенты просто не доживают есть также процент брака около 8 процентов и сына около 350 в нашем случае мы можем делать за 2-3 недели процент брака около 4 процентов такие небольшие хотя данные небольшие это данные Рогачевского центра где используют подход и соответственно получается намного дешевле и посмотрите не только мы исповедуем этот подход есть также целые академические консорции во Франции в Швейцарии которые подобным подходом тоже пытаются сделать следующую терапию и соответственно в Новосибирске есть для этого все условия у нас есть допустим там много научных институтов один из них это не пталые генетики и можно провести всю эту клинику и также есть не в Клинице это своя клиника может быть один из наших для дневни эффективных клинику спасибо большое я Сергей Хлеб основатель компании Астеры основатель компании и ассистент профессора и тебя захотите на ваши вопросы